Комаров Звук от комаров Бжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж schon А кстати Geschäft Ты же изображал тогда звук комаров то помнишь Ну вот мы Когда были в этом бугринском походе Да-да-да Как изображал тоerta По методу этого Как ты говорил Попробуй еще раз Нет Cine А как это Ясим говорит как Ясそう типа вот комар тоже надо с таким же так вот сейчас слышал оводы как они типа вот так как типа это бомбардировщики такие они вот так вот мне интересно как будет звучать ну в это в рифме нельзя вот так вот типа того что-то пошел в пике до меня все так это слабо надо как-то получше но уже громко попробовать давай вот что-то похоже на правду а я спасибо скинул сапожки люба сколько время сейчас подожди 20 минут восьмого грибобаз говорит устал сильно стал сильно я ему сказал на было на чапаях спать ты бы целый час час и 15 минут бы поспал ну а ты там ходил с дровами поменьше надо наоборот ходить понятно теперь я уже до прямого внимания было со мной ложится и спать отдыхать чтобы многие у тебя отдыхали все правильно а ты там ходил целый час просто так такие дела сейчас там вроде бы еще такой один плохой участок с водой да ну там вроде ну есть там да вот сейчас мы такие самые плохие участки прошли и вот после того участка там уже нормально понятно я поспал полтора часа все-таки вот это отдых дает свое знать даю о себе узнать силы и ноги уже дает не этого этих болевых ощущений как вот до этого были когда пришел на чапаи сейчас еще расходился вот такие дела так что сразу с налету можно пройти но увидишь это тяжело если бы мы как бы частенько ходили мы может быть сразу знаешь до чапаев дошли понятно чай попили и пошли сразу понятно а мы что же на такие далекие расстояния мы же массово ходим на такие далекие расстояния вообще туда мы на рыбалку ходим сколько там раз в год можно раз в год получается но но если два раза в год вообще классно понятно прошлом году вообще туда на дальнее озеро мы не ходили не ходили из-за того что далеко идти да 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 комаров он там дает зато там как красиво да там озеро вот это потом там есть озеро колодец ты помнишь или забыл забыл я уже там до него недалеко идти там щука ловится на удочку щука да 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 еще на удочку там сорожку ловил по и пользу окуня там ловил а ну и там на самом на большом тоже на удочку хорошо ловится сорожка окунь да а у нас нет у нас только донки да там удочка есть а там есть да а теперь сколько сейчас время на скажу 802 минут 9 а мы сейчас гриба басом повалялись там немного минут 10 да да я так потому что устали препятствия конечно выматывают сильно да вот и осталось немножко уже до ночи до дальнего озера я вспомнил чего вспомнил для чего я видеокамеру то покупал для чего вот чтобы запечатлеть запечатлеть вот эти дальние походы чтобы вот так посидеть потом зимой понятно посмотреть как мы ходили все правильно все правильно вот то есть о ютубе я в тот момент не думал это вот у меня была задумка снимать интересные моменты а потом внутри уже пришла в голову идея поснимать видео повыкладывать в youtube первое видео я вроде бы выложил на канале клиос 11 называется канал клиос это значит клёст и там английскими просто буквами там уже аккаунт был занят клиос пришлось 11 цифр добавить понятно вот я там первое видео показывал розжиг костра я даже не костра просто как загорается трава огнивом экспедиция это мое вроде бы самое первое видео солнце прям в глаза глаза и сейчас камеру повернуть не знаю будет слепить вот сейчас выходим в тундру сейчас тут уже дорога твердая и там сейчас покажу вам сейчас как бы подъемчик такой и покажу где озеро это будет кстати чувствуется что прохладно я эту палку селфи держу она такая холодненькая до гриба вас до специально гриба басу палку это дал потрогать металлическая просто действительно 9 градусов сейчас даже может быть меньше но это нам на руку да на этом озере редко конечно бывают люди такое глухое место так сказать отдохнуть тут милое дело классно медведи тут шастают но там где избушка лучше бы они там не шастали конечно они не суются потому что охотники бывают приходят стреляет казалось водная гладь ухты комаров то сколько ужас где-то вот вот это дальнее озеро и даже зря дает наше озеро это гриба вас типа овраг наверно да да такой овраг по нему на вода туда все стекает зимы наверно гриба вас радуется что под конец хоть дорога нормальная стала последний метр остаются до избушки спускайся спускайся так и есть спускай оборотите внимание время 9 час и на какой высоте солнце стоит 9 час вечера тут кстати брусник отцветет гриба вас видал сушняк сушняк вон видишь дрова ура 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 наконец-то все нету никого ну слава богу нам это лучше отдохнем что-то они тут соорудили какую-то штуку да внутри какой-то навес или чё не пойму это рыбу тут что ли сушили не поняли просто а скорее всего рыбу сушили удочка открытая но он удочка тут я знаю где черви есть можно копнуть она так и стоит потому что это ну там а чё в избе то где там понятно понятно она тут обмывается дождем и нормально мышь на улице готовим кушать смотри стол уже все капец уже доживает свой век ой мама не уже стол надо делать могу делать стол нормально по здесь смотри-ка тут наверно он делает навес они это вот в воркутинцы доходят ага а сверху да она может быть не знаю наверно 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 и спирали все и раз нужен и можно отдыхать может быть от комаров так не знаю или просто от дождя хотя бы да наверно а дедом тректора не знаю что там вода вода там теле не плавает я не понял тут были тут в этом году или не было никого не знаю а он кстати умываться слава богу есть он умывальник видишь а он белый вот тут этот есть барбекю может быть даже в этом году здесь не никого и не было барбекюшка такая интересная тут дрова так интересно напилены не калили а пилили прям ну а ты грибас открой на 100 сейчас посмотрим что то сейчас нам не дежурный рюкзак скинуть сапоги ты этот футболку поменяете носки поменять сапоги на солнце положи она хорошо так я погоди джон сейчас я сейчас тоже футболочку поменять давай а ничего нету ни фига себе полно от летающих и ползающих насекомых мгновенное действие мгновенные чего это полная ну этот шикалка а это этот я приносил комбайн а еще до силы лежит ну так в принципе можно я рулетка даже ягодки пособирать а также он под угар вот пила кстати на пила-то тебе не о или ты не пила а пила пила топор я сейчас достану попозже а полюбка шуня пособираю уже собираюсь чтобы чай скипятить ну так прибрано все хорошо так молодцы а поставь пусть лежит это на дрова не надо может нужно кому-то будет это крючки чтоб рыбу сушить а вот эта сетка кстати они на сетка сетка новую печку же они поставили что-то не помню а мы тогда были мы в прошлом году не было нас и вот мы не видели как и поставили молодцы конечно класс печечка ух ты жесткая печки имеет свойство со временем портится ух ты могу открыть ну ладно потом спички смотрю лишь тут как-то был тогда я помню тут всякая фигня была навалена осмотр смотрю уже ли лишнее все по выкидывали где здесь сахар скорее всего скучь грибы бас уже белые розы запел от радости вот эти фонарик что ли интересно загорится не сел да лишнее покидывали молодцы тут я приходил тут всякой фигни была навалена старый коктейн какие-то фиговины порядок короче ребята навели это гвозди что ли похоже на гвозди тоже гвозди тоже гвозди бумажка чай что ли даже есть вроде бы чай но он уже все испортился кстати да от влажности он портится смотрите как он стал его надо или в банке такой хоронить ну чтоб влага не попадала видите весь говняный стал можно выкинуть мясорубка можно котлетки делать рыбные вот эта штука я помню постоянно валялась так и валяется что-то не помочит такое остренькое вот тут кто-то на зимнюю рыбалку ходил но воркутинцы говорили что на зимнюю сюда тоже ходят ездят на буране договариваются с айбийскими молодиками новый завет притащил а это может даже Игорь Джан принять не писал тырь это скорее всего Игорь Джан принес напомню он хотел принести полотно сетевое полотно скорее всего сетевое не насажено а у меня сеть сеть кстати точно сетевое какая-то маленькая она странно брусок кобры николай леонов классная книжка подсчитывают тут на досуге вот такой обзор был избушке ау да я хожу показываю избушку а вот кстати чайник наш козырный мы в нем чай кипятим постоянно уже еще тут жил это жил был царство небесное Олег тут он жил на этом озере помню этот чайник с тех времен еще тут они короче тусили они уже на пенсии были короче Олег умер там его друзья тоже поумирали они короче встанут утром чефирчика сердце запустить и потом рыбалка вот такие дела классно тут конечно да так надо чай поставить заниматься так дорогие зрители до следующего сеанса сейчас чаек отдыхать делами заниматься а надо будет топор достать либо басп таранит уже дрова а ты кстати чё а галоши ты одел да футболку пока не стал переодевать да футболку не стал переодевать не ща по поводу подожди щас я пока пособираю хорошо хорошо так а там сушняк еловый что ты это березу тащил а где елов там все там не видал по тропе иди вот по которой мы пришли и налево смотри там еловый кучи две налево смотри да да вот тропа по которой мы сюда пришли вон она вот и увидишь там а хорошо сейчас там метров ну 50 где-то пройти может быть даже меньше сейчас сделай подожди а я хочу взять это взять кугли и посрубай ветки еловые да это еловый сейчас притащи зачем нам ага так будем вот так идти да 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 вроде так или так где мы пришли то я уж не помню по какой то а ну значит там иди да потому что на еловом мы быстрее сейчас чай скипятим ага сейчас 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 погоди сейчас я пока сейчас гляну топор достану довольный я довольный да да я смотрю я второе дыхание открылась да да я второе дыхание открылась да 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 точно скачаю по пути тут нам встретилась черная смородина longue да понятно а я Это иван-чай, но я его буду не заваривать, а помешаю Поставил воду еще на кашку, кашку-малашку, буду делать Я буду делать кукурузную кашку Я буду делать кукурузную 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 Чаё с сгущёнкой, печенье мы покупали Печенье у меня в кармашке